Добрый день, друзья! С вами канал Далят Города и я Нина Коновалова. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему, почему я выбрала именно такой метод кормления своих кур-броллеров и немножечко коснусь кроликов. И почему и чем отличается для меня кормление броллеров пуриной, нежели зерносмесью. Если вы дослушаете это видео до конца, то вы поймете, о чем я говорю и почему я предлагаю людям то, чем сама пользуюсь. Знаю, что после этого видео меня начнут очень многие критиковать, поскольку я выскажу, может быть, очень резкое высказывание в адрес некоторых фермеров. Итак, начнем по порядку. Буквально на днях я выложила два метода кормления кур-броллеров. Первый метод пробный был на пурина. Есть такой, значит, универсальный корм пурина, есть профи-пурина, то есть у него разные модификации. На этом корме куры растут очень быстро и практически через полтора месяца их можно уже забивать, они готовы к употреблению. После этого видео шквал всякого рода отзывов о том, что птицу кормим химией. Следующее видео я сняла, как в основном мы кормим наших кур-броллеров на зерносмеси. Уже пошла другая критика в плане того, что это не выгодно, не целесообразно, что куры дохлые и так далее. Я хочу вам объяснить, что в первую очередь я хочу сказать всем, всем, кто смотрит мой канал из подписчиков, гостей, из конкурентов, на курах, бролерах, как и на кроликах, финансово обеспеченным человеком стать очень сложно, если только вы не занимаетесь в промышленных масштабах. Поэтому в основном многие из нас, кто снимает вот эти ролики, имеют другой источник дохода. И тем не менее многие люди делятся с вами своим опытом, при этом говорят, что я рассказываю свой метод содержания и никому не навязываю свое мнение. Воспользуйтесь вы им, не воспользуйтесь, это ваше дело. У меня большая клиентура, я ее нарабатывала долгое время. Делится она на две категории. Одни очень обеспеченные люди, другие средние. На рынке я не стою, я не плачу за аренду, я не занимаюсь рыночной торговлей. Уезжают люди на дом, забирают, допустим, из теории обеспеченных людей, забирают там 8-10 кур, из менее обеспеченной 2-3 штуки. Меня это устраивает. И вот к чему я это говорила, я сейчас вам объясню. Когда я начала заниматься именно курами-броллерами, когда я начала нарабатывать свою клиентскую базу, многих людей интересовал вопрос содержания и кормления. Были даже, некоторые клиенты даже приезжали к нам и смотрели, чего я знаю, многие люди не рекомендуют делать, поскольку инфекция, ну, есть всякого рода отрицательные моменты. Тем не менее, людям важно было видеть, что курица содержится в чистых условиях, и она клюет зерносмесь, зерно, а не употребляет никакую химию. К корму курина я не отношусь плохо, поскольку этим кормом мы кормим наших кролок. И почему, я расскажу чуть позже. А сейчас мы с вами говорим о курах-броллерах. Так, категория людей, которые финансово обеспечены, они имеют полное право зарабатывать энную сумму денег, кушать чистый экологический продукт. Им не нужны слоны 3-4-5 килограммовые. 2,5 килограммовая тушка, которую они, ну, поскольку у них не хватает времени, там стоять у плиты, кинули в рукав и запекли, им достаточно. Небольшое количество жира, и самое главное, эти люди уверены, что они кушают хорошую продукцию. В настоящее время, я говорю про наш регион, про наш, вот прям про наш регион, который, я знаю, рынок изнутри и снаружи. В настоящее время на рынках не продается чисто экологическая птица. Нету ее. Поскольку у нас либо возят тушки с птицей в фабрики, потом в домашних условиях разделывают, либо тушки прокармливают скороспелыми кормами с огромным количеством всякого рода добавок. Допустим, ну вот сами представьте, или на зерносмеси курица растет 70-90 дней, или на корме курица растет 45 дней. Вы чувствуете разницу? Так вот, эти люди, которые из категории финансово обеспеченные, приезжают ко мне, они хотят получить экологически чистую продукцию. Я не имею права их обманывать, поскольку они нарабатывались не один день и не один месяц, и я хочу, чтобы моя продукция шла им во благо. Вторая категория людей уже менее обеспечены, но у них есть некоторые проблемы в семье. Например, престарелые люди или дети с какими-либо заболеваниями. Вот расскажу один пример. У меня женщина берет раз в неделю, значит, одну-две курочки. У нее ребенок онкобольной. У него на разные, вот чуть-чуть где-то, ну, есть какая-то добавка, у ребенка моментально, значит, аллергия появляется. Скажите, как я могу человеку продать курицу, которая откормлена на пурина, и сказать, что она откормлена на зерно-смеси? Я не имею права такого, и я этого делать не буду. Давайте почитаем состав сейчас пурина. Значит, ну, зернопродукты, там, широты, значит, травяная мука, мука, зерновые, все это закрепитель гранул, все это хорошо, все это аминокислоты, фосфаты, все это, как бы, полезно. Сырой протеин, сырой жир. Дальше. В комбикорме присутствует, значит, такие, такой состав, как гидрохлорид, натрий, лизин, метионин, цистин, значит, ассорбент, микодоксин, как, значит, пробиотики, антиоксиданты, но это тоже чем-то. В общем, здесь достаточное количество, значит, препаратов и химический состав усилены, которые у любого человека может вызвать аллергическую реакцию. Я не хочу этим рисковать. Абсолютно не хочу этим рисковать. Как бы вы меня сейчас не критиковали, потому что выложила, как я кормлю кур на зерносвесе, мне пишут, и какая у вас себестоимость, и это невыгодно, и то есть, какая разница, выгодно мне это, невыгодно, дорогая курица, я не собираюсь на этом стать богатым человеком, поверьте мне, есть чем заниматься, и есть источник дохода. Просто, ну, мне надо свое свободное время чем-то заполнять, и я занимаюсь вот таким вот хозяйством, мне это нравится. Плюс это приносит небольшой финансовый доход, который, ну, идет, будем, грубо говоря, в помощь моим детям, моим внукам и так далее. Поэтому птицу бролера я кормила и буду кормить на зерносвесе. Те рецепты, которые я выкладывала ранее в своих видеообзорах, они придуманы не мною. Это нам передает, как бы, предлагает, как вариант кормления представитель плензавода. Значит, там есть рецептура для водоплавающей птицы, рецептура для кур бролера. Этот корм достаточно эффективный. И если где-то держать курицу 2,5 месяца, то вес 2,5-2,8 кг. Если держать 90 дней, то есть 3 месяца, вес может, чистый вес достигает 3 кг, 3,200-3,300. А первый месяц можно, конечно же, можно добавлять примикс. То есть там, так в рецептуре и написано, по желанию примикс. Я этого не делаю. Это мое твердое решение, и менять его не буду. Что касаемо себестоимости, то я вам скажу так. Кура больше, чем положено, не съест. Значит, себестоимость вот этого корма в нашем регионе, Волгоградской области, 4 злака плюс рыбокосная мука, обходится максимально 600 рублей. И вес составляет мешка 45 кг. Ну, то есть, как я уже сказала, там мешок, все зерносмеси, и плюс рыбокосная мука, можно мел добавить и так далее. Это что касаемо вот именно кормления кур-брорлера. Но мы все равно по-прежнему к самому корму пурина относимся очень и очень хорошо, поскольку им мы кормим кроликов до 60 дней, от 20 дней, когда они начинают покидать маточник, и до 60 дней. О кроликах на мясо мы забываем очень редко. А в основном у нас раскупают всех кролов на племя. Кролики, которые выросли на комбикорме пурина, вот она, пурина, выглядит вот так. Они отличаются своим... Ну, они отличаются, в первую очередь, своим здоровьем. Они отличаются, значит, мышечной массой. Они, если взять сравнение кролика, даже крупной породой в месячном возрасте и кролика на пурине, но на пурине будет выглядеть намного лучше. Ну, естественно, красивый мех и так далее. Это, значит, наше... Понимаете, если кролика кормить до 60 дней пурина и даже его забивать, то забивают в среднем от 4-4,5 месяцев, то тогда уже все, что тут было в составе, оно уже, там, выйдет из организма кролика, оно уже для человека менее безопасно. Поэтому, на мой взгляд, что пурина – это очень хороший комбинированный корм, в составе которого есть препараты, есть усилители роста, но они подходят не для скороспелых животных, таких как бролеров. А, возможно, есть какие-то другие корма, которые менее так усилены вот этими всякими химическими препаратами и которые влияют на рост. Но вы можете также сделать, усилить состав корма, который я вам говорила, из зерносмеси, вот есть видео, поищите, и добавьте туда примикс. Любой примикс, там, сколько нужно, почитайте аннотацию, сколько можно добавлять, 2-5% от общего, и тогда у вас, конечно же, курица будет иметь, и та же утка будет иметь абсолютно другой вес. Просто для меня эта схема неприемлемая. Я выбрала свой вариант, он меня устраивает. Значит, я птицу выращиваю для близких людей, для близких знакомых и для своих родственников, чьим здоровьем я дорожу и не могу себе позволить, значит, ну, даже рисковать. Агвозь принесет, агвозь не принесет. Я знаю, каким мясом у нас торгуют на рынке, как оно выращено, где приобретено, в общем, и какое питание та или иная птица употребляла. Поэтому, чтобы не испортить свою репутацию, не потерять свою клиентуру, мой метод кормления такой, о котором я вам рассказала. Поэтому, уважаемые блогеры, если вас не устраивает вес моей птицы, ну, можете не заходить ко мне на канал. Вы так нервничаете, мне даже порой пугает, как будто я у вас кусок хлеба отбираю, что мне нравится, но кормите вы там столько всяких препаратов, столько племиксов, столько всяких комбикормов производственных. Ну, вы можете и не за 45 дней вырастить тушку 5 килограммов, а за 10 дней. Я больше, чем уверена, что китайцы скоро нам и такую продукцию будут поставлять. А я вот такой человек простой. Сама ем натурпродукт и своим близким друзьям и родственникам поставляю тоже натурпродукт. Вот, собственно говоря, друзья, все, что я вам хотела рассказать, я привела свои личные доводы, почему наш метод кормления птицы остановился вот на этом и держится уже на протяжении нескольких лет. Мы в лето не занимаемся, даже сейчас я, может, через неделю возьму, не хочу, поскольку сейчас бассейн уже будем воду заливать, сейчас начнется жара, мошка, сейчас не хочу я с птицей, у нутка есть, нутка начнет мошку ловить и кролики. Мне этого достаточно. Ну, и как бы лето отдых и скоро Крым, ребята, Крым наш. Как только Крым стал нашим с 2014 года, каждый год мы ездим туда отдыхать, чему безмерно рады. Только судак, мы скоро у вас в гостях. Ну, все, друзья, я с вами прощаюсь, я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам прекрасного настроения, я хочу, чтобы ваша жизнь вас радовала, хорошей продуктивностью, курочки не слись, бройлеры росли, кролики размножались. Всего доброго, друзья, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok